Итак, здравствуйте, дорогие зрители! Вас приветствую, я Парадим. И... Ау! Мы играем в звездных волков. Не знаю, почему я забыл. Наверное, потому что волки, они швоют. Вот и всё. Ну, давайте добьём пиратов. По-моему, именно на этом мы закончили. Вот, видите, они с задницы вылетают, эти истребители. Чего, босс? Нас уже четверо таких правых звездных волков. Всё? Блин, а я даже не успел ничего сделать. Эх. Вот она наша Астарта. Хотя... Да, босс, этот мой. Чёрт, тут же ещё пираты. Круто, когда много пиратов. Они нас даже подбить не успеют. Получено сообщение. Вот чёрт. Нихренаж себе пиратов. Иди в жопу. Так, Седова сразу на ремонт. Ласточку сразу на защиту от ракет. Тебя сразу куда-нибудь сюда. Я ненавижу пиратов. Кстати, я попытался записывать фриленсера. И я понял, что я абсолютно забыл, как в него играть. Поэтому, да. С этим покончу. Сначала выгружу старые видео по фриленсеру, а потом уже новые будут записывать. У меня, в принципе, таких проблем, что типа... Что нужно выкладывать видео, а видео самого нету. То есть, нету продолжения прохождения. У меня такого не было. Хотя нет, было один раз. С варлордами. Но, впрочем, там бы всё оно прошло так. Незаметно. Но я всё же записал. О чём мне стоило. Сразу прошёл всех варлордов и всё. Это легко. Да, и, пожалуй, я совсем забыл, на чём я остановился. Остановился я на том, что собирался в фронт полететь. И найти там клад пиратский. Или же ещё какой-то клад. Но, неважно. Я туда, наверное, сейчас полечу. А вы меня, наверное, подождёте. Но это, конечно же, будет долго. Итак, здравствуйте. Опять. Дорогие зрители. И я нашёл такую станцию. Дело в том, что я решил сунуться в триадовые системы. А там меня отымели. Ну, отымели как? Там, в общем, офицеры злобные. Офицер триады – это ужасная вещь. Он летает на гонслингере. Это такая тарантайка, у которой три тяжёлых пушки и две системы. При этом системы не самые дешёвые у них. Ну, и я уже собирался улетать, но нашёл такую станцию. Возможно, нам она поможет. Найти тот клад, который я собирался найти. Вот. Кузьмич. Ну, в общем, есть и в триадовских системах одна такая станция, которая перебивает номера. И вот в системе USS я нашёл. В принципе, кто играет в эту игру, может понять по жилой станции Лазурная или вот этой вот станции. И по порталам, в какой системе мы находимся. Откуда вы узнали о нашей станции? Кто вам сказал? Проклятые сплетники. Подведут они Кузьмича под работающую дюзу. Да, я иногда меняю идентификаторы крупным тарантайком. А чем ещё зарабатывать в этой дыре? Только все эти откровения не для открытого эфира. Отвечайте просто без лишних объяснений. Кто решил поохотиться за вашими шкурами? Триада. Официально они союзник местных. Но лично мне никогда не нравились. Подчищу я ваш номер по их базам данных, не вопрос. И всего за 850 тысяч кредитов. Иди в жопу. Космические цены. Действительно. Ну и скатертью кометный хвост вам. Босяками летали, босяками и помрёте. Недолго с таким подходом к людям. Да блин. Надо было раньше к тебе залететь. Я уже столько этих триадовцев завалил. У меня нету денег, да и я бы не заплатил столько. Я лучше себе пару истребителей куплю и... Не знаю. Ремонтную систему покруче. Ну, да, вот в какой мы системе. Даллет. И теперь мы полетим куда там нам. В Аврору нужно. Теперь я полечу, а вы, конечно же, этого не увидите. Итак, мы продолжаем. Как вы видите, я уже в Карина прилетел. Это заняло, не знаю, часик где-то. Может меньше. Может полчаса. И вот. Чем нас встретит эта система? Ничем. А, на тихую пристань лететь. Ладно. Так уж и быть. Наша тихая пристань. Кругом ВКСовцы, от которых мы валили. Только недавно. Интересно, они до сих пор там все на нас сагрены. Если мы их будем мочить, то они нас замочат. В общем. И так все ясно. О, еще новости обновляются. Вот новости я не читаю. Это слишком было бы нудно. И так читать есть что. Не люблю избитых фраз. Но отличные новости, команда. Мы кого-то должны расстрелять, взорвать, нелегально куда-то протащить. Или это будут проделывать с нами. Продолжая хитничать. Как-то в Ахиллесе я встретил одного парня с пицца по инопланетным артефактам. Сдал ему груз, предназначенный для клана Ласла. После чего нам пришлось крутиться, как к червям на сковородке. Ты ела жареных червей? Ладно, не отвечай. Не хочу расставаться с иллюзией. Ну да. Ласточка у нас про иллюзии говорила. Ну почему? В принципе-то над ней стебаться нечего. Иногда действительно стоит поберечь свои иллюзии. Например, если вот иллюзия любви. Если ты ее разрушишь, то потом много приятных моментов избежишь. Хотя, впрочем, мне уже достаточно любви на мой век. Ладно, не важно. Так вот, этот человек предлагает нам принять участие в экспедиции в один из пограничных секторов. Вот зараза, это та миссия, о которой я думаю. Та миссия нормальная, в общем. Пишет, что вычислил местонахождение портала, который ведет в систему предтеч. Но что самое интересное, он вычислил, как этот портал запустить. Интересно. Ага, и огрести неприятности и полная укошка. Именно так мы и поступим, да? Седой. Да ладно, предтечи вымерли десятки тысяч лет назад, если не сотни, так что не укусят. Но вот что осталось от их цивилизации, ласточка, понимаешь, к чему я клоню? Артефакты, о космос, груды артефактов, чертовы мать и горы артефактов. Во фрилансере тоже были артефакты. Но, впрочем, да, прикол был в том, что там их запрещали продавать. Чокнулись оба. Чур ласточкин истребок мой. Что за истребок? Истребитель, что ли? Дырка тебе от бублика. Седой, сам прикинь, до сегодняшнего дня из артефактов предтеч находили только ерунду всякую. И даже она стоила сумасшедших денег. А теперь представь нашу лайбу, доверху набитую этими штуками. Боюсь, я вынужден тебя разочаровать, ласточка. Единственное, что ты приобретешь из артефактов предтеч, это... Кучу беспилотных дронов. Представил, картинка вырисовывается приятно, спорить не буду. Да и помочь избавить человечество от лишних денег, дело в высшей степени достойное. Куда нам босс? Систему Х203, но только... Так, для всех мы просто коми-вояжеры. Торгуем бижутерией. На любые вопросы об артефактах делаем круглые глаза и машем плавниками. Ну, если у нас есть плавники, то у нас проблемы с маскировкой не будет. Да. Ну, давайте что ли покроем. Я все равно не знаю, где найти нормальные истребители, где найти нормального опыта. Это будет проблемная миссия. Так, теперь марш-бросок до портала, и мы на месте. Итак, и вот еще что. Я решил купить нам истребители новые. Да, конечно, это денег стоит. Вот у нас 563 тысячи всего. Черт, это че? Чужие? Их раньше здесь не было. Да, кстати, насчет чужих и насчет вообще всей этой муры с чужими. У нашей ласточки есть вот здесь такая вот способность. Адаптация технологии персеркеров. Я не знаю, вот это технологии персеркеров, адаптация, она действует ли на технологии чужих. В принципе, там у бластеров чужих неплохие способности. Поэтому я буду собирать ласточки именно на это. Ну, а нашему герою мы будем собирать на умение пользоваться истребителями четвертого поколения. Не знаю. В общем, что-то как. Вот у нашего еще Алекса. Ну, Алекса на самом-то деле, я не знаю. Поляризацию, что ли, качать? Но мы прокачать, естественно, сейчас не можем. Мы не на станции. Поляризация полезная фиговина. Это, то есть, щиты восстанавливает. Ну, к тому же, у него есть склад ССТ, я зря прокачал у себя склад ССТ, если честно. Хотя, Алекса нас покинет, скорее всего, скоро. И, может, и не зря. Ну, в принципе, как я говорил, уже нужно нам сотенку собирать. Этот змей, это истребитель пятого поколения, поэтому он нам не сильно полезен. Откуда я взял вот эти вот 900 тысяч, это я продал останки тех триадовцев, которых я бил, летя на скромах. Это берсерки? Может, из них что-то выпадет интересное. Давайте-ка остановимся, постреляем по ним. Не, берсерков я не боюсь, реально. Конечно, боюсь. Боюсь я их, не знаю где, в этом секторе, как его. Черт, из них ничего не выпало. Мы их загнали в тупиковую систему, да, перебили всех до единого. Помню как... Что ты помнишь? А, опять берсерки налетели. Так вот, в Цебасе они живут. Придурки. Ёханый бабай. Чё это за бред? Я тут. Это нам нужно с ними со всеми справляться? Сложу. Откуда? Не надо нам такого. Сейчас же ж нас убьют, махер. Седой, потом попридаемся воспоминаниям. У нас новые гости. Паза на связи. Да, сосчитай.